Добрый день, уважаемые зрители! Мы рады приветствовать вас на ледоварении Дворца Спорта Юбилейный в городе Альметьевск, где уже через несколько минут начнется встреча париматч чемпионата молодежной хоккейной лиги, первенства России по хоккейю среди ледового 2021 года, сезона 2021-2022 года. Ну а у нас подборка интересных моментов встречи предоставляется вашему вниманию. Первый период у нас прошел в обоюдоострой борьбе. Было минимальное преимущество альметьевской команды, но по сути была равная борьба, были обоюдоострые моменты, не увидели мы заброшенных шайб в первые 20 минутки, но были возможности, что у той и другой команд. Вот, вот, наблюдаем некоторые из этих моментов. Пришлось голкиперам обеих команд потрудиться, чтобы оставить свои ворота в неприкосновенности. Вот здесь смотрим, момент был практически, как говорят, если так можно выразиться, стопроцентный, но здесь великолепная игра голкипер гостей. Артему Данилову не позволило спутнику открыть счет. А сейчас мы смотрим первую заброшенную шайбу, там буквально две небольшие минуты прошло с начала второй 20 минутки, как челябинцам удалось открыть счет в сегодняшней встрече. Но недолго горели эти цифры на табло, затем спутнику удалось сравнять счет. Вот, смотрим повтор этого момента. Счет становится 1-1. Здесь как бы бросок получился крайне хороший, и тяжело было голкиперу гостей среагировать на него должным образом. Таким образом, стал счет встречи. Остричи 1-1. И вот здесь смотрим повтор момента, когда уже Арслану Шигапову пришлось вступать в игру. И на добивании шайбы фиксировать ловушку. Вот здесь смотрим повтор момента, когда неприятный толчок на борт получил игрок челябинской команды. И здесь было удаление, но, как это ни парадоксально, удаление челябинской команде реализовать не удалось. И, более того, пропустили шайбу в меньшинстве. Тимур Закиров точным броском увеличивает счет в пользу своей команды. 2-1 спутник вышел вперед в втором периоде. А вот третья заброшенная шайба. Расстроены челябинские игроки. Такие броски из разряда не берущихся. Очень сложно было Артему Данилову что-либо противопоставить. Против точного броска Тимофея Кружного под перекладину. Ну и затем удалось челябинцам сократить отставание в счете. Вот как раз повтор этого момента. Хорошим броском. Отправлять шайбу под перекладину. Арсану Шагапу тяжело было эту шайбу парировать. Таким образом, встал счет 3-2. И, казалось, будет яркая концовка. Но, к сожалению, для челябинской команды не удалось им сравнять счет. Но, тем не менее, они дали бой альмитической команде. И я совершенно не сомневаюсь, что завтра будет интересная встреча. Ну, а мы поздравляем альмитическую команду с победой. И прощаемся с вами до завтра. По 17.00 состоится повторная встреча этих команд. Спасибо, что оставались с нами. До свидания.